В мире много проблем. Мы здесь собрались обсудить самую-самую неглобальную проблему, но при этом это проблема для каждого. Обклика телефона. Ну, начну со своей проблемой. У меня была поклеена гидрогелева пленка, ходил, все было окей. Телефон все устаревал, устаревал, отношение к нему все ухудшалось, ухудшалось. Жалко было поклеить пленку. Гидрогель не поклеил, вчера уронил и разбил экран. Замена экрана 15 тысяч. Проблема? Проблема. Ну, это лично моя сугубо проблема и никак не транслируется на мир. Вот. Ну, давайте сейчас обсудим. Я ответил на вопрос. Нужно клеить пленку? Нужно клеить пленку за 50 рублей или брать все-таки за 1000 рублей? Или вообще не нужно это делать? И вообще, что вы думаете об этом? Каждый день мы с этим сталкиваемся, каждый день приходят люди. У меня была пленка за 300 рублей, я попал на 15 тысяч. Сколько стоит примерно с кона вот реально? Ну, если это AMOLED, это где-то 15, да. Вот так будет стоить. То есть, если IPS-матрица дешевая, то рублей за 4. То есть, моя экономия мне вышла в хорошем быте. Так, мы с вами, раз ты подключился, давай. За 50 рублей надо брать клеить на 15 Pro Max, либо же за 1000 сразу выкладывать и быть уверен, что все хорошо. Либо же это все одинаково, просто цели разные. Ну, во-первых, сама защита телефона, когда мы покупаем новый телефон, распаковали. Все-таки мы изначально клеим стекла, чехлы, антигравийные пленки, а потом уже со временем все надоедает. Вот если спросить меня, если мое мнение, я поклею на iPhone, если дорогой телефон, то хорошее, качественное стекло. Допустим, у меня на телефоне Mujia, который стоит 2,5 тысячи рублей. Ну, соответственно, оно себя так и ведет. Допустим, оно уже сколько? Месяцев, 6,5 назад поступило. Ни одного сколышка там нету. Чем дешевле стекло, тем оно чаще будет трескаться. Вот, и вы чаще будете его менять. Если так посчитать экономику, вы взяли хорошее стекло, один раз заплатили и пользуетесь. У вас хорошая цветопередача, у вас крепкое стекло. Чем оно дешевле, тем вы просто чаще будете его менять. Вот и все. Вот вдруг ты сам клеил пленки. Ты клеил за 50, за 1000, за 500. Чем-то не отличается физически? Вот их потрогать, почувствовать, племяк. На самом деле разница есть. Вот я даже изучал отдельно этот момент, когда мы начинали клеить для того, чтобы вот стоим на кассе, предлагаем пленки для того, чтобы вот... Мы здесь, во-первых, консультируем хорошо. К нам люди приходят за правдой. Поэтому вот изучал этот момент. Вот наше стекло за 50 рублей, оно выдерживает силу до 12 ньютонов. На простом языке это 12 ньютонов, это с какого цвета ты телефон упал? Твой телефон упал? Да. Он выдерживает 10 ньютонов. И наше вот это стекло выдерживает не сильно больше. А, то есть 2 ньютона. Да. Суть в том, что я считаю, что нужно клеить хорошее стекло. Слава. Наш пример. Наклеил стекло, все, не парится. Ну, окей. Вот на кризисах, бывает же случай, то есть поклеил из-за 2500, а... На самом деле, да, это большой рандом, то есть ты можешь наклеить хорошее стекло, он у тебя упал с 3 сантиметров на ковер и все, разбился. А бывают люди, которые клеят за 50 рублей, и он у них там годами, и они счастливы, довольны. Это все очень рандомный случай, все зависит от того, на что упал телефон, как упал телефон. Там, если вы часто пользуетесь телефоном в кармане с ключами, то у вас пленка, какая бы она дорогая ни была, она будет подкалупливаться. Да, все это индивидуально. Вот, Ислан, ты прав. Но смотри, вот наклеили мы хорошее стекло, мы не паримся. Мы не чувствуем себя безопаснее. Наклеили мы что-то, ну, полегче, там, подешевле. Вот, постоянно ходим, трясемся. Такой момент тоже присутствует. Плюс, еще надо учитывать один важный момент, плюс дорогого стекла. Это надо не просто крепкость, то, что оно не сломается. Это, во-первых, то, что хорошее, дорогое стекло, оно не съедает рамки телефона. Допустим, вот эта Mujia не съедается ни один миллиграмм телефона. Это, во-вторых, цветопередача. То есть, вы покупаете телефон за, условно, 100 тысяч рублей, там, с крутым экраном, промоушен, все дела. Клеите на него стекло за 50 рублей, и, как бы, он превращается в условное Redmi за 15 тысяч. То есть, цветопередача, отсутствие рамок, олеофобный слой тоже важен. Потому что, все зависит. Мы каждый день телефоном пользуемся, то есть, чаще, чем, чем-либо, как бы, да. И когда мы клацаем, юзаем, листаем в Инстаграм, хочется, чтобы стекло было приятнее, то есть, чтобы его приятно было юзать, вот и все. Тоже, это входит в стоимость дороговизны. Не просто крепкость, а вот эстетика, восприятие и так далее. Слушай, ну, вот, окей, вот, опять-таки, 2,5 тысячи, это, с одной стороны, в каких-то ситуациях. Это, с одной стороны, это небольшие деньги, но, блин, на стекло 2,5 тысячи, это, мне кажется. Ну, я так вот рассуждаю, это как-то многовато, да. Но, если я к чему это говорю, вот такой кейс, можно же взять на эти деньги, там, 20 пленок по 50 рублей, и, там, раз в неделю переклеивать, у тебя будет без каких-то тресков, там, положено. Бывает, там, по краям все потрескало, появился, треск снял. Ну, единственное, нужно научиться клеить пленки, да. Снимается же вопрос, по сути-то. Можно, но, опять-таки, возвращаясь к вопросу эстетического удовольствия. Ты заплатил за телефон 100 тысяч рублей, допустим, на 15-й про. И ты клеишь, я уже повторяю, стекло за 50 рублей, и теряется весь, скажем так, кайф и смысл этого телефона. Если ты купил телефон за 15 тысяч, какой-нибудь там, Redmi Note 13. Тогда вообще без проблем, там стоит дешевая матрица, да, вообще без проблем. Но на Samsung S24 Ultra, на Pixel какой-нибудь, на iPhone, там стоят крутые матрицы. И стекла дешевые, они убирают все вот это вот, и, как бы, ну, зависит от того. То есть ты купил 15 Pro Max, поклеил дешевое стекло, будем называть не дешевым стеклом, а плохое стекло, да. То есть здесь вопрос не только в том, что он треснет, а еще по сути качестве телефона заряжается. Все равно, что ты взял, я не знаю, условно, там быстрый Mercedes и поставил на него газовое оборудование, да. Блин, так ноги делают и нормально живут. Жить можно, конечно, но это как-то странно, да, это теряется эстетика. Окей, давайте вот вторая история. Это по экрану понятно, многие обклеивают антигримик. Кто-то вот говорит, ну, просто даже смотрим, пишем в Ютубе, как можно обклеивать телефон. Вся, опять-таки, эстетика теряется, для чего это делать, зачем это делать. Есть ребята, которые купили, распаковали и сразу поклеили антигриминную пленку. Чуть-чуть она у них покоцалась, они пришли повторно поклеивать. Давайте вот скажем, нужно, не нужно, ваше мнение. Так, ну, смотрите, для меня вот антигриминная пленка, это было просто, ну, открытие. И вот я очень рад, что пришел сюда, увидел. Я увидел это. Узнав, что это такое. И я, вот, Ислам говорит, наклеить стекло теряется, вот, мы не получаем кайф от этого экрана. Я именно поэтому не клею стекло. Я ни разу в жизни не клеил стекла. А ломал? Трескал себе стекла? Да, это в нем постоянно-постоянно вот аукалось. Но все равно не клеим. Наклеим муджи? Не клеим. Вообще никакое стекло не нравится. Но антигриминная пленка, она реально спасает и всегда, с этого момента всегда клею. Вот как пришел ПЗ, каждый раз клеим антигримин. Зам тучу. Ну, во-первых, ты задал вопрос, нужно или не нужно. Это такая тема сложная. Люди разные. Допустим, человек покупает на последние деньги телефон, да, или же в кредит его берет. То есть, многие клеят вот эту полиуретановую пленку ради того, чтобы потом перепродать свой телефон, чтобы не было сколов и так далее. В плане надежности и защищает ли она от ударов, если меня спросить, то это клеенка, по сути. То есть, она защищает от царапин. Там, опять-таки, тоже вопрос эстетики. Я никогда в жизни полиуретан не клеил. Ну, многих я знаю. И Абдрахман тоже. Вот прям нравится эта тема с антигравийкой. Опять-таки, это зависит от человека. Если человек хочет, чтобы его устройство было в первозданном виде, без царапин, там, он прям дует на него, да, протирает салфеточку, антигравийка, да. Если человеку, как бы без разницы, он каждый год меняет этот айфон, продает его, то, по сути, ну, какой-то там супер практичная защита, в нем нет, просто защита от царапин, вот, все. Смотри, вот, буквально мой случай вчера. Ну, я уронил свой телефон, вот, по ступенькам прошелся весь. Каждую ступеньку прошелся, ничего с ним не случилось. Антигравийка спасла. Опять-таки, да, но нужно тоже учитывать, что инженеры есть, создают которые-то эти титановые рамки, специальный защитный слой, то есть это не просто так. И еще один минус антигравийной пленки, о которой многие не говорят, это перегрев устройства, потому что телефон сделан таким образом, чтобы каждый сантиметр отводил тепло, вот это алюминиевый сплав, титановый сплав. И когда вы надеваете полиуретановую пленку, то и часто играете в телефон, или же летом положили на подоконник под солнцем, да, там уже перегрев, он будет чувствовать за счет того, что он, ну, как бы телефон закрыт, он в вакууме находится. Вот поэтому зимой, да, а вот летом, сомнительная тема. Не знаю, личное мнение, вот летом все так греется. Все зависит от человека, как он, если ты хочешь, чтобы устройство было в шикарном состоянии, перепродать его, прям круто, если тебе не нравится царапины, клеишь полиуретанную пленку. Если тебе наплевать на него, продаешь каждый год, там обновляешься, то по сути это все. Я бы посоветовал, все-таки, как бы, выступлю как адвокат пленок, это есть еще и гергеревые пленки даже, если у вас телефон Samsung A35, то есть A-serie. Это уже другая история, да. Это обязательно нужно проклеивать его, потому что Samsung беда, даже если вы его упакуете в чехол, через месяца два-три там потертости, царапины, ну, там полная беда. Да, то есть мы, когда человек приходит и просит, поклейте мне на экран, вот я всегда рекомендую сзади поклейте, ну, как минимум гидрогелью пленку. Антигравина не нужна, дорого, ну, хотя, вот как посудить, да, то есть он может спасти телефон, в том плане, что через год сняли эту пленку, и у вас телефон как новый. Ну, продадите его, если захотите обновиться, дороже, нежели, когда вы будете перепродавать, там, слушай, здесь сарапинут, здесь сарапинут, давай минус, там, какую-то сумму, как-то, да. Ну, опять-таки, если человек, вот, опять-таки, человек клеит эту антигравинную пленку, для чего? Сохранить телефон для перепродажи, либо же, вот для чего? Вот человек, который, ну, ему, он не планирует перепродавать, он, наверное, мне кажется, не будет, да, обклеивать? Многие, многие у нас клеят для того, чтобы потом круто перепродать его, потому что чем больше царапин на твоем телефоне, тем ниже стоимость, наверное, люди, которые постоянно перепродают телефон, они в курсе, продавец постоянно, тщательно протирает, смотрит, а вот здесь царапина, там, минус 2 тысячи рублей, вот здесь царапин, то есть в этот момент... То есть, если ты не планируешь перепродавать, ты ее не клеишь, просто, и все. Кстати, очень согласен в плане Самсунгов, то есть бюджетные телефоны, они, гидрогель, это прям мастхев, потому что это пластиковый корпус, как бы вы чехол не надевали, они буквально через месяц появляются пигменты, пыль, мусор с кармана, особенно сейчас настройки работает, все, через месяц этот телефон хлам, и неприятно бывает, действительно, за то, что пластиковый корпус. То есть, если телефон металлический, стеклянный, то он выдерживает эти испытания, бюджетные, Самсунги, Xiaomi, пластиковые корпуса, клеем гидрогель, один кофе, не выпили, 300 рублей, и все, сняли через полгода, поменяли, и у вас телефон как новый, вот. Для бюджета прям шикарно, и что, нам нужен вердикт, телефон обклеивать нужно? Я считаю, что да. Есть, опять-таки, вот я смотрю по категорию, 10% людей, они вообще никогда не поклеят ни на экран, ни на корпус, да, и вот они получают удовольствие, опять-таки, от того, что телефон такой, так сказать, в первозданном виде, даже чехол надевает. А, ну, на самом деле, да. И, как правило, у этих людей телефон бывает без царапин, без сколов. Да, кстати, да, кстати, да, я знаю. А бывают случаи, то, что каждую неделю клеят, обклеивают свой телефон, а поставят какие-то царапины, сколов, ну, как у меня. Я один из таких, кстати, хотя… Ну, такие 90%, опять-таки. Да, клиента подходит, спрашивает, вот вы там продаете антигрейную пленку, а у тебя на телефоне ничего нету. Ну, это не значит, что я там должен пользоваться всем, что продаю, как бы. Я за то, чтобы, если у тебя хороший флагманский телефон, поклей хорошее качественное стекло, подставить своему телефону, вот, пленками. Ну, это все, как я говорил, зависит от того человека. Если ты планируешь через годик продать, круто, сэкономить там денежек, тогда, пожалуйста, клей. Добавлю к антигрейнкам пару слов. А, защитная линза на камеру. Я не любитель носить чехлы, потому что они увеличивают объем телефона. Все зависит от чехла. Да, я не могу купить себе пятаку сейчас, например. Суть в том, что, ну, антигрейнка реально спасает в этом плане. Там многие покупают чехлы для защиты, но им не нравится объем, объем, который добавляет чехол. Слушай, вот по линзам, вот, да, вот самый главный вопрос, который задают те, кто клеит линзы на камеру. Качество съемки теряется, не теряется. Опять-таки, все зависит от качества линз. Допустим, те линзы, которые у нас продаются, в основном, такие фон-бренд производитель. Там все достаточно круто. 0,3 мм, сапфировое покрытие. Но там оно не портится. Плюс еще, вдобавок, эти линзы хороши в плане того, что есть слой, который отпечатки пальцев. Потому что, больше чем, очень частая проблема мобильных фотографов, смаз, это из-за того, что у них отпечатки пальцев на объективах. То есть, это круто в плане того, что многие, типа, думают, что они царапаются. На самом деле, правильно, в ютубе пишут комментарии, то, что сапфировое стекло, оно не царапается, но оно очень сильно страдает от точечного удара. То есть, телефон может упасть на мелкий камешек, и вот этот точечный удар, эти линзы, они берут на себя. И много еще случаев было, когда люди приходят с разбитыми линзами. Плюс еще, у последних айфонов очень сильно царапается вот этот алюминиевый ободок. Не само стекло, а вокруг то, что находится, выглядит неприятно со временем. То есть, эта линза, она спасает. Если линза качественная, если стекла хорошие, качество съемки не портится. Если вы покупаете, там, за 150 за 200 рублей дешевую линзу, то, конечно, там дешевое стекло. И это все равно, что на камеру, там, Карл Цейз налепить какой-то дешевый фильтр, да, у вас все будет портиться. Поэтому клейте хорошие линзы, кейфон, много брендов классных, Нилкин, никаких проблем. Да, и чтобы были только такие проблемы для обсуждения.